Девушки отдыхают Здравствуйте! Возможно, я самая молодая участница за всю историю проекта, но намерения у меня более чем серьезные. Меня пришли поддержать мой папа и моя подруга Алла. Мария, 19 лет. Не имела серьезных отношений с мужчинами и не думала о замужестве до тех пор, пока не потеряла маму. Мария специалист по туристическим услугам. Гордится квартирой в центре Москвы. Мечтает о сельской жизни и конюшне на 10 голов. Предупреждает, что никогда не экономит воду и любит ходить босиком. Мария не готова связать свою жизнь с гламурным тусовщиком. Выйдет замуж за целеустремленного работящего фермера, который заботится о своих родителях и любит животных. Это что еще за новость? Не экономит воду. Здравствуйте. Здравствуйте. А земля-то у нас одна, шарик-то у нас маленький. Как же экология? Маша. Вот так вот получается. Мама не научила, папа. Кто не научил? Ну, давай уже с сегодняшнего дня экономить. Хорошая девушка. Такая бизнес-исков, скромная, да? Хорошая, да. Давно маму потеряли? Это случилось год назад, в октябре. Если, да, мы вот потеряли нашу... А вы же, по-моему, приходили бороться за розу. И больше, чем год. Я думаю, что мы с мамой были разведены. А, понятно. Да, мои родители были в разводе. Ясно. Поэтому... То есть вы жили с мамой? Нет, мы жили все втроем, но жилищные условия нам не позволяли разъехаться, поэтому наша семья, да, проживала в двухкомнатной квартире. Сейчас с папой? Да, сейчас с папой. Слушайте, почему после смерти мамочки, родственники, именно с ее стороны, ваши тетки не помогают, никак от вас отвернулись? Зависть. Зависть к чему? Ну, наследство у Маши, две дачи, квартира в Москве, то есть, может, все-таки за зависть. Но квартира вместе с вами, вы там живете? Ну, практически все ей останется. А квартира большая? Ну, двухкомнатная, в районе Кутурского проспекта. Ну, что вы так немудро себя ведете, тетушки? Смотрите, какая прелестная Маша. Это ничего хорошего не выйдет. Девахи, надо бежать от этого. Скажите, пожалуйста, вы гармонист, Володь? Да, да. Да? А концы с концами сводите или на широкую ногу живете? Не могу сказать, что на широкую ногу, но очень мало приглашений, два-три в месяц. Негоже это, Владимир, извините, вы здоровый мужчина, и вы должны как-то со спины... То есть, как ко мне свататься, да, к тебе, значит, это... Ну, чтобы за счет тебя, наверное, тоже как-то... Нет, я никогда не был альфонцем, я всегда деньги сам заработал. И силы хватали. А вы меня, кстати, Володь, куда собирались, если бы я вас выбрала? Вот сейчас сижу, как говорится, это... На дачу, на дачу, у меня на дачу. Это на дачу у меня, жить на дачу, вот даю. Володь, вот я серьезно вам говорю, вы знаете, сколько несчастных судеб у молодых женщин, либо с мамой, либо с папой, вот это вот гадское чувство вины, обязательство, что вас нужно потом тащить до 95 лет. А вы себе и живете потом хорошо припеваючи. 52 года, мальчишка, ровесник розы, на вас еще пахать надо. По нему видно, он никогда ничего не будет делать, добиваться. Вот я сразу человек, посмотрю первый раз и вижу, ничего делать не будет, не зарабатывать, ничем не заниматься, не предпринимать. Вы сами замуж хотите? Я бы не отказалась бы. А почему за фермера вдруг? У девочки квартира в центре Москвы. В детстве я, скажем так, все детство я провела у бабушки в деревне, так как родители на каникулы меня отвозили в деревню. И там я познакомилась с местными мальчишками, с местными девчонками, то есть произошел какой-то контакт, и я настолько прониклась, да, то есть мне очень нравится природа. Маша, вы смотрите, это знаете, когда дети просят собаку, купи-купи, покупаешь им эту собаку, но они не понимают, что в 5 утра нужно с ней вставать, что нужно с ней гулять, за ней нужно ухаживать. Так и вы, хотите замуж за фермера, так это, знаете, пахать сколько нужно, от зари до зари. Я знаю, в том-то и дело, что моя бабушка содержала очень, скажем так, много животных. Какое у вас образование, детка? Среднее, специальное. Какое? По туризму, я специалист по туристскому слову. Смотрите, где туризм и где фермерство, ну вы хотя бы должны были поступить, да, и какие-то... Но это не обязательно сделать из этого какую-то профессию, это для души в первую очередь. Ну хорошо, фермер так фермер, господи боже мой, чтобы фермер какой-то отказался от невесты, москвички, да с квартиры в центре города, такого не бывает. Тем более я готова работать, я не боюсь работы. Ну за фермера, она любит, значит, работать, если она хочет за фермера, ну значит она хочет хозяйство, значит, какое-то иметь. Слава богу, что вы хорошая девочка и не мечтаете уехать куда-нибудь в Испанию, как сегодня все приходят. Хочу в Италию, хочу в Провансе дом. Молодец, умница. Я хочу добавить, Маша занималась конным спортом, она сейчас занимается, и поэтому она хотела купить лошадь, и чтобы... Я очень люблю лошадей. А кто купит? Может купить? Я спокойно могу купить лошадь. Но у меня нет возможности содержать, у меня очень мало сил. А деньги есть? Вы хотя бы представляете ценовую политику? Да. Лошадь она может купить. Я готова купить лошадь, но мне уже нужно... А Маша, слушай, тогда давай так, вместо лошади папке комнату отдельно. Снимем хотя бы. Вместо лошади. И заживете, свободу почувствуете. Это же не значит, что у вас каждый день будут собираться там бедламы, и вы будете устраивать пляски. Нет. Но все-таки ночью-ка из-под папеньки-то надо... Вылезти. Конечно. Есть такое желание, честно? Есть. Папа не смог. Молодец. Поэтому копим папе на комнату. 19 лет еще, она не понимает жизни. Бывают шатаются и в 35 по клубам, бывают в 15, там такое горе переживут, что бывают уже спокойные, серьезные. А уже были у вас какие-то влюбленности в вашу жизнь? Конечно были, но именно влюбленности, это в юные годы, как раз-таки в деревне, вот мы... была детская моя, скажем так, первая симпатия. Или пастушка какого-то с дудочкой, наверное. Ну можно и так сказать. Маш, а если бы был выбор влюбиться в парня, ну не раздолбая, ну такого молодого, безбашенного, который проживает свою молодость, так сказать, на широкую ногу, и непонятные перспективы. Ну парень хороший, и вы влюбитесь всем сердцем. Вот с ним жить, либо взрослый, уже определившийся, фермер, с деньгами, устроенный, ну сердце не будет у вас как бабочка биться. Конечно же, я выберу того, кому расположено мое сердце. Вот хочется так полюбить, чтобы... Конечно, мне кажется, это любой девушке так хочется. Да? Ну большинство, по крайней мере. И я вам советую, и я вам желаю влюбиться. Если вы, детка, не переживёте это чувство в 19, в 20, ну до 25 лет, вы будете очень об этом сожалеть. Ваше сердце и ваша душа должна познать вот эти самые чувства. Тогда это у вас будет в самые трудные минуты в вашей жизни, это вас будет подогревать, держать на плаву, и это то, с чем вы будете до гробовой доски идти. Нет, нельзя сегодня устроиться, а я вижу вот по настроению папы, которому хочется вас из семьи, из тёплых рук в другую семью, чтобы не нести ответственность, это не очень правильно. Скажите, да. Нашел? Влюбитесь, пожалуйста. Стараюсь. Имейте право, у вас всё есть, вам не нужно за папика, чтобы квартира, у вас всё есть. Ой, Машенька, 19 лет, ну рановато вам, конечно, замуж-то. Как Лариса любит, говорит, погулять по буфету надо, опыта набираться нет, у вас никакого опыта, про каких-то там пастушков рассказываете из деревни, ещё что-то такое. Не хочешь, чтобы всё-таки вы на ком-то споткнулись и на вас тренировались, знаете, там, сожительствовали, вроде как сексуально там проверить, характеры, этого ничего не нужно. Я бы вас, конечно, такую вот умницу-красавицу с рук на руки передала бы. Поэтому я буду сегодня искать надёжного, обеспеченного, пусть постарше будет, который, в общем-то, полюбит вас всей душой, ну и на какие-то вещи будет закрывать, я имею в виду, на единственный, который у вас сейчас недостаток, это ваша молодость, которая быстро проходит. Вот я такого сегодня постараюсь найти. Доброго, нежного и внимательного. И пусть он не будет семипядей во лбу, и пусть он не будет звёзд с неба хватать, пусть так же, как и вы, если будет любить землю, будет любить вот всё живое, всё нормально, он и к вам будет относиться по-человечески. Я, конечно, понимаю, что деревенский юноша оставил след в вашем сердце, но давайте всё-таки, скажем честно, увлечение натуральным хозяйством в вашем случае приходящее. Вам нужен человек серьёзный, зрелый. Я не удивлюсь, если вы влюбитесь в мужчину, который будет с некоторой разницей в возрасте с вами. Но самое главное, чтобы действительно он был по-настоящему опытным уже в жизни, и чтобы он при этом не был деспотом. Вы очень удобная жена, удобная, потому что вы всегда разделите круг идей своего мужа. Вы готовы за ним пойти. Я понимаю, что даже если он предложит вам поездку на Северный полюс или какие-то другие экстремальные приключения, вы согласны как минимум попробовать. Далеко не все женщины на это пойдут. Я знаю, что вы за мужчиной пойдёте. Но пусть он при этом не будет деспотичным, и пусть он вам тоже даёт немножко свободы. Мне кажется, она одна в семье старается что-то там учиться, как-то подниматься, работать, приходит домой, и отец её потихоньку там за чаем расспрашивает. Ну, не появился там, знаешь, так деликатно кто-нибудь у тебя там, подсознательно, вот я ещё раз говорю, хочет, наверное, чтобы как-то избавиться. Мария, встречайте первого жениха. Удачи! Мария, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я думаю, я буду вашим первым и единственным. Хорошая занятка, проходите. Здрасте. Здравствуйте. С кем вы, Андрей? Я приехал с друзьями Иван и Алексей. Очень приятно. Давай с нас посмотрим. Андрей, 28 лет. Фермер, владелец продуктового магазина. Гордится своими друзьями. Мечтает побывать на Красной площади. Предупреждает, что страдает синдромом невыключенного утюга. На протяжении четырёх лет отношений Андрей безуспешно пытался подавить в себе чувство ревности и в итоге был отвергнут любимой. Надеется, что Марии он сможет доверять. Андрюш, что ж на фермер такой? Где ж колбаска? Ты что покушать бы принёсла? А с гостинцами у нас, да, немножко не получилось? Ну и что? Господи, это попрошайка. Вечно ей что-то не хватает. Куплю эти колбаски. Так мне что, она только начинает. Нервничает, он не уверен в себе, получается. А она любит, наверное, уверенных в себе людей. Как заказывала фермер, молодой, недалеко. Красивый, красивый. Красивый. На папу похож, хочу обратить внимание. На папу? На папу похож, конечно. Где папа-то? Нет, но есть некоторые сходства с Владимиром, я считаю. А колбасы нет с собой. Колбасы нет, да. В общем, он жадный, Ларис, знаешь, так это, ферма, ферма, ещё нельзя, что за ферма там. Ареново, Форинерская область, с ума сошла. Ленинградская. Ленинградская где-то. Я подарил цветы. А в Селужский район? Всё, знаю. А он не подарил. Ой, видите, до сих пор помнит цветы, которые мне подарил. А он без цветов пришёл. Давайте ещё минут 10, сейчас Роза про колбасу порасспрашивает уже. Давайте подождём. Без колбасы пришёл, пришлёт по почте. Цветы где? Обещаем. В Караганде. Если они найдут общий язык, конечно, да, им будет о чём поговорить, о всяких там удобрениях и так далее. Хорошо, нравится Мария? Мария? Ну, симпатичная девушка, хорошая. Ну, так, первый раз вижу. Как могу что-то сказать? Ну, так, сейчас как в дам подойду, в башке. Ну, так, сидит красавица 19-летняя. Вот это хорошо, да. А жену куда? К себе привезёте? Или в Москву к нам на Красную площадь? В Москве будут сдавать они квартиру. Папеньки купят комнату. Согласен на квартиру. Ага. В Московской области. Поедем к нам. А у вас там, Андрей, что? Дом, ну, чатный. А гектаров сколько у вас по кругу? Нет, у меня 20 соток, это как бы в центре города, например, да, ну, как, свой собственный дом. А в чём фермерство? Я изначально занимался, ну, как, вот, с 11, в общем, 11 классов закончил, пошёл работать. Так, всё работал, работал, в общем. И сейчас накопил на магазин? Да. Открылся, столкнул на магазин, и, то есть, уже я здесь немножко здесь, чуть-чуть, уже у меня люди занимаются, а я только реализую. То есть, уже нанимаю людей, не сам работаю, а просто... А я знаю, что вы многих людей угощаете бесплатно, да? Да, как же, не без этого. Повара. Для пенсионеров, скидки, там, для всех, для всего, там. То есть, вы предпринимаете у вас магазин, а не ферма? Ферма изначально, я с неё начал, с 11 лет. Так это ладно, бог с ним, так нет у вас фермы никакой, кроме дома-то. Я думала, с коровы, куры, гуси. Это у меня есть, но у меня есть. Это уже в прошлом, сегодня это его не кормят, сегодня его кормят, то, что он продаёт. Всё, я поняла. Я к вам тогда за... Изначально я беру это всё так же с моего участка, с моих гектаров, только в Багестагорском районе оттуда всё. А там у вас люди наёмные работают. А сколько людей-то? Ну, пять, там, семь человек работают. Хорошо. О, нет, я объёмы считаю вашего. А вот кем вы видите Марии в своём хозяйстве? Просто любимой женой, мамой ваших деток или припашите, честно? Ну, наверное... Припашу. Мамой деток. Мамой деток. То есть скажите ей, вот цветы хочешь в своё удовольствие, да? Мы воду вообще не выключаем, представляете? Она у нас льётся и льётся. Вы как к этому? А у меня своя скважина, то есть там лейтись, сколько хочешь её этой воды. Всё мне нравится. А если свет не будет выключать? А свет я ворую. Мне нравится. У меня и газ бесплатный. Всё экономить надо. А то вот я за колбасой-то, а вот... Ещё и газ бесплатный. То есть вы в магистраль врезались тоже. Устраивает? Более чем. А он вам лошадок купит. А вот папочка имеет возможность, прямо не отходя от стола, задать вопросы потенциальному детьку? Честно скажу, жених меня не устраивает. Почему? Как это? Так сразу? Ну, я просто сужу по себе. Во-первых, цветы не подарил, раз. Во-вторых, какие-то, ну... Колбасы не приняли. Да нет, ну это колбаса, это я колбасой не ем. А папочка не любит поесть? Я иногда люблю. Не сказала бы никогда, в чём душа держится. Не хотелось бы рассказывать всё напрямую. Нет, хотелось бы напрямую. Вот хотелось бы напрямую, другой возможности не будет. Ну, во-первых, как тут, первый раз видишь девушку, я бы, когда знакомился, я бы не крылался. Ну как, чё там она мне понравилась? Ну, первый раз вижу, чё тут, какие-то такие... Ну, не сообразил, растерялся. Может быть, Володь, вы мне такие частушки пели! Отец грустный. Ну, кстати, такой он эмоциональный прям. А девах на кураже вроде даже. Удивительно. Я не хотел, чтобы моя дочь, москвичка, уезжала куда-то на периферию. Она сама хочет туда? Она хочет, как качи дачи. А вы хотите, чтобы к вам зять пришёл жить? Нет, я хочу, чтобы у меня была своя квартира в Москве вообще-то. То есть вам нужен москвич? Я бы хотел, чтобы был москвич. А дочь на территорию мужа? Нет, я могу ей свою квартиру вступить. Я хочу, чтобы у папы и у невесты разные взгляды на всё. Обсадные желания. Да. Потому что дочь москвичка... Так что, я не знаю, как тут быть. А он что, приехал откуда? Из Удмуртии? А он, между прочим, под Питером живёт. Ну, настроен. У нас коренные москвичи все. У меня родители и все родственники. Поэтому я не хотел бы... Ох, папа-то непростой. Машенька, вот я вам сказала, подальше. Просто разъезжайтесь в ближайшее время. Никогда замуж не выйдете. Вот так же при мамах. Не потому что там они деспотичные. Но просто у них свой взгляд на жизнь. Поэтому нравится вам, Андрей, поезжайте. Это не 3-9 земель. Это прекрасное место под Питером. Спасибо. А ваши дачи и ваши квартиры никуда не денешь. А то, что он немножко сплоховал, растерялся. Ну, деревенский парень. Вы такого и хотели. Будем разбивать папину плотную стену, да, вот эту кирпичную. А вы готовы бороться? Или вообще всё-таки скорее пугает такой родительский напор? Да не пугает нас. Нас ничего не пугает. Ну, со всем справляемся сами. У меня папа скорпион, поэтому это много обидится. Я тоже скорпион. А каково слово? Вот они и схлестнули. 24 октября. Я сказала, даже внешнее есть сходство. А у меня всё на 4 ноября. А у моего брата 20 ноября. Поздравляю. Всем. Хорошо. Андрюш, я знаю, что для сюрприза вам нужно переодеться. Да. Всем троим? Да, всем троим. Как здорово. Боже мой. Пожалуйста, мы ждём вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, отплясывай-то каплю. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь, деревянская гулянка. Напились и всё. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо, парни, спасибо. Моё сердце с вами. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так-то всё нормально. Да, писанули вроде бы. А чего? Можем будет как? Ага. Можем же, когда хотим. Можем, можем. Ну вот так танцуют парни русские 2013 года. Что вы хотите? Либо танцевать хорошо, либо пахать. Вот он пашет, Андрюха, с друзьями со своими. Андрей, вы это хозяйка. Да, да. Папа, только немножко папу работу провести. Ну да, обрабатывать папу надо, да? Да. Задавривай, задавривай. Аллочка, как вам жених? Я думаю, парень хороший, простой. Даже несмотря на то, что не в Москве. Но в Москве это не показатель, я считаю. Мне понравилось. Маша, милая, как вам? Мне Андрей понравился. Скромный достаточно. Конечно, за такое короткое время я не смогу именно раскусить, как-то понять. Для этого нужно пообщаться с человеком. Спасибо. Роза. Бабушка говорила. Ну, я думаю, что не просто, не только бабушка. Многие, наверное, это знают. Хотите сытых дней больше, счастливых меньше будет. А мне кажется, что в Андреи можно совместить и то, и другое. И сытых, потому что своими руками, и счастливые дни. Вполне возможно. Подстраивайтесь, почему нет? А пап, вы зря. Прям вот уже обиду держу на вас, честное слово. Да, ну, отец держит, я вообще-то... Он, я думаю, даже к билет никуда не отпускает. То есть я скорпион, и папа скорпион еще. Ну да. Главное, что у него открытое сердце, открытая душа. Просто, ну, он жил в одних условиях, вы в других. Он имеет право на счастье. У него есть это огромное желание. А я готова ему помочь. Вдвоем, конечно. Два человека с закрытыми дверями. Вы сами будете друг друга подтягивать. И вы будете сами притираться друг к дружке. У него прекрасный возраст, у него есть какой-то опыт. И вам он нравится. Но идеальных не бывает. Но мне кажется, Андрюша внутри очень нежный парень. Вот там где-то. И это можно вытащить. Ну вот что Василиса скажет. Мне Андрей очень понравился. Я считаю, что он человек цельный. Форма гороскопа называется связка. Непротиворечивый внутренний. Это не тот мужчина, который погрязнет в каких-то излишних внутренних переживаниях. Но как любой человек с несколькими планетами в скорпионе, он развивается от встряски к встряски. И в предыдущих отношениях я абсолютно уверена, что они его, ну, как бы разрушили, его старого до конца. И он способен к новым отношениям возродиться и прийти совершенно в другом качестве. То есть он делает выводы все-таки из-за того, что с ним происходит. А если делает выводы, значит, мужчина уже не безнадежен. Абсолютно Ваш типаж, я считаю. Вот Вы, я боюсь, что Вам может не хватать бойкости, какой-то яркости, активности, предприимчивости. Ему, девушку, нужна чуточку поживи. Поэтому, если активизируетесь, можете претендовать на его сердце. Ну, она тоже стесняется, наверное. Да, конечно, ничего не показала себя. Давай поженимся теперь в Вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут Вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рэндову с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире Давай поженимся у нас в студии Мария. Встречайте второго жениха. Удачи. Привет. Меня зовут Олег. Я очень рад познакомиться. Спасибо. Вот сейчас у нас лучшее, а вы сейчас реально расстроены. Вы видели лицо? Как зовут друга Олег? Это Витя. Мой лучший друг. Очень рад. Давайте на Вас посмотрим. Олег. 21 год. Повар в ресторане европейской кухни. Гордится тем, что сумел накопить на квартиру и машину. Мечтает отправиться в путешествие по России на трейлере. Предупреждает, что в его доме всегда беспорядок. Олег расстался с гражданской женой после того, как узнал, что она беременна от другого мужчины. Надеется, что Мария девушка порядочная. Просто отбираю хлеб у Розы и спрашиваю, что сам накопил на квартиру и на машину? Можно сказать, помогли. А так цель была, конечно, самому копить. А кто помог? Родители? Нет. Помогли тети, дяди, знакомые отца. Отец жив? Нет, к сожалению. А мама? Мама жива, но мы с ней не поддерживаем отношения. В принципе, получилось так, в общем. Я знаю, что вы с трех лет в детском доме, да? Да, совершенно верно. Значит, по непонятным причинам до сих пор. Вот. Мать меня отдала в детский дом, где я прожил до 16 лет. Вот. Поступил в кулинарную. А с родственниками общался, когда был в детском доме? С родственниками нет. Ну, хоть кто-то приходил на выходные, на праздники. Вот те самые родственники, про которые вы говорите, что они помогли потом купить квартиру? Они узнали обо мне чуть позже, только тогда, когда я закончил учиться. Вот именно в школе-интернат. Вот. А не пытался найти мать? Пытался, но... Но ведь нашел. Незачем, и я... Сейчас уже я вырос, я достаточно самостоятельный. Я не лезу под кожу, просто я сама мать моему сыну 21 год, как и тебе, поэтому... Вот как, я думаю, вот таких красивых парней, как вы, воронежские, голубоглазые, светлые... Как можно вот такое было дитё? Это что должно... Не война ведь. Что должно было такое случиться, чтобы пила? Вы знаете, я даже не знаю. Но вы ведь с ней встретились, сколько вам было? По-моему, я учился где-то в шестом классе где-то. Это был один-единственный раз? Ну, были много моментов таких, когда они приезжали, но я не помню. Вот есть такая возможность обратиться? Хочешь к матери? Нет. Как её зовут? Не хочу, спасибо. Нет? Вот так вот, мамочки. Если вам кажется, что вам уже перевалило за сколько-то, вы там прокуковали где-то, а потом вы думаете, что готовый сыночка, вот такой красивый, блатин с голубыми глазами, вас захочет увидеть? Следите за руками. АПЛОДИСМЕНТЫ Проблемной будет. Да не факт, я скажу. Да нет, они такие. Смотрите, перед вами сидит неезд, девчонка, москвичка с квартирой, с тремя дачами, но папаша проблема, папаша берёт Розу на себя. 19 лет. Володь, вот такой хороший парень. Мне, в данном случае, мне этот жених понравился больше, чем первый. Ну, опять, мог бы цветы подарить. А так, у дедомовских, у меня отец дедомовский, поэтому я считаю, что дедомовские, они выйдут из любой ситуации. Отцу понравилось то, что он такой тихушный, с моей милой. Нет, то, что он бездомный, у него ничего нет, понимаешь, и он будет им командовать и рулить этой семьёй, и вот и всё. То есть изначально он вызывает образ такого положительного человека. Скажи, пожалуйста, а ведь была история любовная. Ну, правда, мне кажется, гражданской женой как-то громковато, так назвать. Да, громко, да. Ну, просто была девушка, с которой... Мы встречались, вот, просто встречались. Ну, расскажи. Да, после мы познакомились на, скажем так, студенческой вечеринке. Вот, ну, как всегда у всех бывает, проводили. Взял в ней номер телефона, созвонились, погуляли. И она жила в то время с матерью, вот, и я, как бы, ну, предложил ей жить вместе. Вот. И после недолгих отношений, 4 месяца где-то прошло, она сообщает, то, что, ну... Беременная. Да. Вот. Ну, я, соответственно, ну, побоялся ещё ответственно. Я ещё пока сам ребёнок. Вот. Мне было 19 лет, поэтому это пока ещё... Вы предохранялись, то есть вы про себя понимали, что вероятность возможности, чтобы ваша девушка забеременела, минимальная. Да. Ребёнок родился в результате. А вы до рождения ребёнка были вместе? Ну, получается, да. И вы сделали ДНК, да? Да, мы сделали тест ДНК. И выяснилось, что вы не отец. Нет, выяснилось, что я не отец. Она... Она настояла на повторном анализе. Угу. А так как... Ну, оно дорогое, это ДНК. Да. Вот. Я отказался и поверил первому. А если бы ДНК показалось, что ребёнок ваш, стали бы вместе с ней? Конечно, стал бы. Ну, если это мой ребёнок, почему бы нет? Я бы хотел, чтобы перед тем, как вот, если дочь будет выходить замуж, сделать анализ генетический, ну... На что? Мужчины. То есть, мало ли, может, у него предки были там шизофреники или алкоголики. А если она его полюбит, и независимо от того, какие у него были бабушки и дедушки, она будет хотеть с ней строить жизнь в дальнейшем? К сожалению, это неправильно, я считаю. Потому что, если человек инвалид на голову или на что-то, хоть она его полюбит, потому что она даже мучится всю жизнь с ним. Нет, я считаю, что это отвратительно. То, о чём вы говорите, Владимир, это отвратительно. Конечно, нужно задумываться, естественно, кого ты рожаешь. Конечно, нужно расстаться с вредными привычками, готовиться к появлению малыша. Но вот чтобы любящие сердца пошли сдавать анализы. И что, и там говорят, что да, прадедушка страдал шизофреничкой. Извините, я вот перебьюсь. У меня просто есть знакомый, они взяли, значит, ребёнка из детдома. Из детдома. Вот. И он дожил до 16 лет, там, всё. И выяснилось, что у него там, они потом делали анализ, что у него наркотические какие-то вот же пристрастия. Знаете, а у меня есть знакомые прекрасные, у которых собственный ребёнок. Замечательный родитель. Родился ребёнок больной. Тут вообще это разговор ни о чём. Господь разное испытание нам, понимаете. И у здоровых родителей. И вот я хочу задать вопрос. А если родители и у них родной ребёнок по крови больной, они что, его сдадут? Или они отвернутся от него? То, знаете, либо ты любишь, либо не любишь. Я с вами не согласна. Владимир, если вы будете ещё и по этому принципу тестировать женихов, ваша дочь обречена остаться одной. Хороший парень. Видно, он не отвечает ни за своих маму, папу, ни за кого. Парень, вообще неизвестно, что из него будет. Потому что он дедоновский. Если его родители изначально так поступили, что его сдали, у него изначально плохая наследственность. Олег, ваше развитие профессиональное. Кем себя видите лет через 10? Наверное, я лет через 10 вижу себя, наверное, каким-нибудь там шеф-поваром своего собственного ресторана. Молодец. Я буду за вас. Очень рада. А приготовили какой-нибудь сюрприз? Да, конечно. Ну, я попросил бы, приодеться для этого мне надо. Маша приодеться. Да, попросил бы Маше приодеться для этого, для моего номера. Ну, тогда проходите, где вы будете это делать? Ну, надо куда-то прибыться. Он обычный, он банальный серый. Он купит машину, будет работать, а ездит на машине своей, встречается с друзьями. Это вся жизнь будет заскладываться. Вот, я слышал, ты любишь очень лошадей. Вот, я хотел бы с тобой поиграть. Небольшой в рунке. Держи шапку. Сейчас. Лёточку. Вот, кого выберешь? Била или Кила? Ну, давай я Била. Ну, держи Кила, он поспокойнее. Ну, давай Кила. Вот, значит. Я хочу просто посмотреть, как бы ты управилась бы с настоящим жеребцом. Я хотел бы, чтобы ты догнала на своём Билле меня. Поехали. Прикольно получилось. Ну, ты, наверное, после такой погони надо отдохнуть, да? Да. Предлагаю тебе садиться на Кила и давай я тебе прокатну на своём... А, уже на своём? Да. Присаживайся. Поехали. Вперёд. Всё, остановились. Я тебе. Дарю тебе пила. Молодцы, ребят. Спасибо за сюрприз. Мне очень понравилось. Маш, когда ещё веселиться, если не в 19 лет, правда? О, это точно. Очень клёвый сюрприз. Кстати, парни, проходите в свою комнату. Не, ну чё, ну красава. Ну чё, отлично. Да, нормально. Плётку забыл ей подарить. Да ладно, тебе оставить. Чтобы Билла скилом подгоняла. Хороший парень, молодец. Володь, как вам? Да, в общем, веселый парень. Реально мне понравился. Ну, наконец-то. Отцу понравилось. Ну, если отцу понравилось, то это уже, ну что-то. Знаете, мне даже в этом случае не смущает возраст. Другого бы в 21 год я стала бы отговаривать. Его нет. Представляете, какая у него тоска по теплу, по дому, да? Как он будет ждать собственных деток, как он будет их воспитывать. А то, что он из Воронежа, меня бы это не напрягало никак. Хороший парень, если придёт в вашу семью, знаете, не объезд. Не, ну то, что, конечно, он вот это, на счёт тестирования, то, что там вот это, это, конечно, перебор, реально. Те, кто видел, как выглядит астрологически нарисованный символ рака, меня поймут. Вообще символисты говорят, что это, кто-то говорит, что это клешни рака или краба, изображение вот этого знака. А кто-то говорит, что это такие руки, обнимающие весь мир. Люди этого знака с самого детства растут, с одной стороны, с ощущением того, что они родственны всему мирозданию. И, с другой стороны, первая их эмоция, обычно такая зрелая в жизни, это ощущение одиночества. Я не знаю, те дети, которые оказываются в детдоме по самым разным ситуациям, и именно раки из этих детей, самые несчастные. Я не знаю, что нужно сделать с мамой из-за того, что этих светлых, эмоционально чистых, открытых и очень ранимых личностей вот оставляют там. Хотя понятно, что всем не сладко. Господь, Господь и Богу оставим, они все... Замечательный молодой человек, единственное, но. Склонен увлекаться яркими и пустыми девушками, пустышками. Я считаю, что в этом смысле вы могли бы быть ему хорошей парой, потому что вы не пустая, в вас нет какой-то излишней легкости. И мне кажется, что если найдете дорогу к его душе, можете заполнить вот этот вакуум, и ему не придется все время доказывать, что он здесь хороший, нужный, любимый. Не стали кривить лицом, когда он вам предложил вот такой смешной сюрприз. Если он даже вас развлек, увлек, и это вам понравилось. Я же делаю. Поэтому, конечно, мне кажется, все хорошо. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. Пусть реклама с Патрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Марии встретиться с третьим женихом. Проходите. Привет, Сергей. Кто знает, зачем жизнь идет? И нужно думать ли об этом? Жить нужно просто легко, чтобы это был полет. Но одному лететь вокруг лишь мгла, и жизнь теряет краски. А за руку любимую держа, уверен ты, что все на свете не напрасно. Спасибо, заходите. Она испугана, я тебе говорю, она прям напряжена. Может, она не привыкла к такому прям сразу. На поводу, что... Маш, чем вас Сергей так напугал? Такой чувствуется напор, что очень серьезно. Для меня это впервые. Но пока приходите в себя. А с кем вы? Это мои друзья. Подруга Ирина и друг Рома. Давайте на вас посмотрим. Сергей, 31 год. Владелец автосервиса и фруктового магазина в Калуге. Гордится тем, что иногда не берет с покупателей деньги. Мечтает сняться в главной роли у Карына Шахназарова. Предупреждает, что претендует на позицию лидера в семье. На протяжении всей совместной жизни Сергей лечил возлюбленную от душевных травм. А после исцеления был ею отвергнут. Надеется, что Мария сможет его полюбить. Почему у Карына Шахназарова, да еще в главной роли? Ну, наверное, из-за гороскопа, лев, амбиции. А почему считаете, что вот так можно взять и, не имея профессии, не имея образования, сняться? Ну, я не просто так. Я делал для этого. Я и сценарий писал, посылал. Я много для этого делал. И есть какие-то успехи в этом? Успехи. Я снимался в эпизодической роли в сериале. Ничего особенного пока. Ну, по крайней мере, когда у меня есть время, я этим занимаюсь. А что за душевные травмы были у вашей возлюбленной? Рано начинается личная жизнь в основном. Вот. И в 18 лет у нее такой оказался молодой человек, который ее сбивал, причем очень сильно. А зачем ей было терпеть это? Она не говорила? Говорила. Это была очень тяжелая история. Он ее буквально держал дома в заперти. Буквально приковывал. А что за нужда была ей, молодой девушке, жить с мужчиной, который ее приковывал? Почему она не была в семье? Почему она не заявила там участковому? Я заявляла участковому только потом, когда это уже все почти кончилось. Сначала она очень боялась. Ну, хорошо. Вот вы ее стали исцелять, пригрели, забрали к себе. Да. Да. И что, она была благодарна вам? Она была очень благодарна. Или тоже вам кровушку попивала? Я не могу сказать, что попивала. Она была истеричная, неадекватное поведение, ни с того ни с сего она вдруг устраивала. Из-за этого, да, что с ней произошло, у нее была... Я это все понимал, поэтому относился к ней исходительно. Куда вдруг она срывалась и уезжала? Не объясняя вам ничего. Но потом с того, что она еще раз посуду бить начала. Ну да, было всякое. Вообще на пустом месте. Знаете, когда вот здесь... Детей не хотела, семью не хотела. Когда действительно искренне думаешь, что любишь человека, я все-таки был уверен, что любил человека. Когда действительно в это веришь, все-таки веришь в этот момент, что возможно все. А вам все казалось, это вот ее прошлая жизнь, это ее прошлый... Какие вы дураки, господи, боже мой. Почему дураки? Да потому что, я вам говорю, что это не так. У вас разве всегда все было идеально? Нет, у меня всегда было не идеально. У меня и сегодня все не идеально. Я вам просто говорю, что есть стероидный психотип женский. И они все одинаковые, как под копирку. Не умение принять свои ошибки. Не умение работать над своими ошибками, над своим характером, корректировать что-то, обращаться к специалистам. А вешать вину на всех. Поверьте, со следующим мужчиной она будет рассказывать про вас, что вы загуляли, что вы изменили. Вы тоже будете... Я думаю, никогда ничего не будет рассказывать. Она будет рассказывать о вас. И вот эти плохие люди, как бусины будут за всю жизнь ее нанизываться, в результате будет жить с каким-нибудь... Возможно. Мне кажется, что он что-то недоговаривает, да? Да. Слава богу, в вашей жизни все плохое закончилось. Маш, что грустно? Не нравится? Маш, автосервис? Что там? А, магазин еще свой, фрукты. Москвич? Две машины. А что, сервисы нам пригодятся в Москве, а магазин тоже. У нас новый район открывается. Вы хотите поучаствовать в программе? Я про вас призанно рассказываю. Машенька, ну что же вы милая, так прямо не... Или так понравился? Взрослый мужчина. Опыта у меня со взрослыми мужчинами не было. Поэтому я так напряжена. Напряжена? Она шокирована. Такой девушке, я сейчас смотрел, кто здесь входил. По девушке чувствуется, она реально сейчас просто удивлена. Но ей нужен взрослый мужчина. Ой, давай как впаривать. Ей нужен взрослый мужчина. Ей нужен. Она сама определит, что ей нужно. Просто я как бы, если первый раз встречается, здороваться с девушкой, я думаю, что для первого раза нужно просто посыловать руку. Не сразу славать щеку. То есть это как бы не скромно. Я, например, помню себя. Я сначала руку, потом как-то... Почему она и испугалась? Испугалась, испугалась. Поэтому, знаете, когда приходят сюда девушки в декольте от шеи до самых щикол и рассказывают нам, что у них не было никакого опыта, при этом ведут себя, только не курят, знаешь. И когда я говорю, я вам не верю, они говорят, почему? Почему? И Мария абсолютно чистая девочка. Ну, она абсолютно. И вот потому, как вы приложились к щеке, и Маша до сих пор не может прийти в себя. Вы же понимаете. Это отнюдь не из-за скверного какого-то там воспитания. Это просто искренние эмоции. Это не так, что... С чьей стороны? С моей. Это не искренне как-то банально подошел, посылал. Я не вижу, что я в этом ничего за мной не могу. А я вас никак не ругаю. Вы мне нравитесь. Есть у вас какие-то вопросы? Ну, не фермер. Ну, не фермер. Ну, Господи, купите. У меня есть дом. Есть дом. Есть кролики. Да, есть уже все готовое. Причем я сам все делаю абсолютно в доме. Абсолютно все. Комнат сколько? 5-6, больше, наверное. 7-6 или 5? Как-то так. Че ты это, сомневаюсь? Слишком идеально. Не помнить, сколько у вас комнат? Так не бывает. Ну, на даче сейчас каждый угол знаю, сколько комнат, где, коррекционно. Там их просто, правда, прилично, больше 5 или 6. Я не могу так сразу. Я могу вам сейчас секундочку. Послушайте, мы жили в Ховрино в двухкомнатной квартире 5 человек. И вдруг я слышу, как Георгий Машке, внучке Светланы Тома, рассказывает. Говорит, а у нас пятикомнатная квартира. Я так слушаю, а потом я говорю, Георгиевич, а как это вдруг она садка... Он говорит, смотри, мам, моя спальня, бабулина, прихожая, кухня, ванная и туалет. Мам, вообще 6! Я говорю, правильно, сынок, он все посчитал. Будешь купаться в роскоши, да? Да, поэтому посчитал все. Понятно. У вас есть сюрприз для Маши? Да, у меня есть сюрприз для Маши. Это нужно одеть, это корсет деревенский и платье. Можно одеть один корсет, если желание надевать платье. И у меня есть стихи. Стихи Есенина. Я считаю, что это самое подходящее, что можно быть в данной ситуации. Супер, 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 ждем. Ты представляешь такую картинку, да? Заходят молодые, они понимают друг друга, они ездят на те же фестивали какие-нибудь, они резвятся, дурачатся. Ну, конечно. А серьезным человеком это в принципе... И когда у тебя уже бизнес, все, ты куда-то отведешь. Наконец-то ты пришла. Это тебе. Спасибо. Садись со мной. Тихонько. Тихонько. Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, Был на женщины зелеп падкий. Разонравилось петь и плясать, И терять свою жизнь без оглядки. Поступ нежный, легкий стан, Если б знал это сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, Я стихи бы писать забросил, Мне бы тонко касаться руки, И волос твоих цветом восемь. Я бы всюду пошел за тобой, Как свои, Хоть чужие дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вот и все, построилась пара. А? Все. И кизотейник, да. Папенька, как вы усидели на месте поражать. Спасибо большое, Сережа. Забирайте своих друзей, Походите в свою комнату. Машенька, переодевайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты молодец вообще. Ты супер. Молодец. Ну, смотрите, Володь, И с цветами пришел. Да, да, кстати, да. И стихи почитал. Ну, так и что скажете, Как вам жених? Стихи читает, Ну, такой романтик. В принципе, парень мне понравился. А вам, Володь? Чистый, искренний, добрый человек. Ну, как мне показалось. Ну, в общем, ты положительное мнение Составил у всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Весь в салоне причиной. К нам, к нам, к нам, Маш. Маш, комфортно было бы, нет, в сарафане? Да, я в него влезла. Комфортно. И венок вам очень к лицу. Венок мне очень понравился. А вот папа, конечно, насторожился, Что он и завалил вас в стух, И дотрагивался до вас. Мне не показалось это пошлым, Мне не показалось это преждевременным. Как-то я подумала, что это все довольно органично. Он старался. Не очень ловко, может быть, но он старался. Для взрослого человека это, я считаю, что в порядке вещей. Ему уже не 19 лет. Вы были смущены, но смущение это было такое оправданное, Очень приятное. Да, мне очень понравился сюрприз. Очень романтично. И истории его так в жизни, да? С девушкой, с истеричкой, да. Очень стойко он выдержал такое испытание, я считаю. Ни одного дурного слова о ней? Да, очень симпатично. Но не фермер. Но не бедный. Что хорошо. Хорошая девушка, кстати, очень. Хорошая. Хорошая девушка, да. Чувствую вот так, знаешь, прикасаешься, такая очень хорошая, да. Я очень хочу верить, что он старался этим сюрпризом для вас, а не для Карена Шахназарова, которому хотел бы понравиться. Уж чуть больше было артистизма, чем обычно бывает в наших сюрпризах. Но все-таки мне правда хочется верить, что это для вас искренне. Но это лучше, чем танец под музыку, правда? Его сексуальный образ женщины – это нежное, трогательное, чистое. Поэтому я думаю, что его интерес к вам был искренним, хочу верить. Но Львы – это мужчина, особенно он такой, с восходящим солнцем, во Льве, которые делают благодеяния, любят быть щедрыми, любят одарять своим вниманием. Но правда, потом они женщине не дают забыть об этих благодеяниях. И, в общем, не дают расслабиться. Поэтому, если он способен делать для вас что-то, открываться, вообще как-то быть рядом с вами, как женщина, и растить вас, но при этом не припоминать, что он для вас что-то хорошее сделал, тогда его имеет смысл выбирать. Если нет, если он в этом не уверен, ну, я бы подумала. После рекламы мы узнаем, в какую дверь постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. Владимир, вот поистине страна у нас огромная. Посмотрите, откуда сегодня приехали наши женихи в Севоложск, Ленинградская область, Воронеж, Калуга. За вас, за девочку. Не потому что вы из Москвы. Будьте вы хоть, я не знаю, из Читы за вас бы приехали бороться из разных концов страны. Женихи. Представляете, какая у нас аудитория? Да. Как это здорово, правда? Да. Народная программа стала. Народ едет. Да, потому что ходите по улицам своего города и не замечаете, что в соседнем доме живет ваша судьба. А приехали к нам на программу и увидели друг друга. Здорово же, правда? Кого рекомендуете, папа? Ну, мне кажется, все-таки вот последний жених... Сергей. Сергей, да. Он такой романтик, там, сеновал, стихи Есенина. То есть убедил. Вот мне как-то вот ближе, чем скакать с этими... С лошадьми вот так, может, где-нибудь навернуться. Шучу. Аллочка. Я думаю, что тоже Сергей. Сереж, ну понравилась девушка? Очень понравилась. Ну, сейчас придет. Пойдешь за ней? Почему нет? Хорошая девчонка. Да. Я очень хочу, чтобы вы связали свою жизнь с Олегом. 21 год. Вы такой веселухой перешли. Румянец, глаза горят. Ну да, 21 год. Ну да, не все известно, что там вас ждет впереди. Но мне кажется, все было бы здорово. Вы как-то соответствовали. Ну, понаслаждайтесь. То есть поживите жизнью молодой девчонки. Вам кажется, что Сергей 31 год, готовый. У него, видите, немножко заучено. Он немножко уже на искушенных женщин работает. Вам туда рано. Это мое мнение. Присмотрите. Я думаю, что Олег. Ты что будешь делать, если он тебя выберет? Куда вдруг она срывает? Женей с тобой. Машенька, вы знаете, я считаю, не рано. Берем Сережу. Все у него уже есть. Квартира, машина, все это. Более того, холить, лилить будет. Будет ждать вас. Что неплохо, собственно говоря. Поэтому на все готовое. Я за Сергея. А звезды? Как бы не был приятен мне Олег, и как бы не очевидно было, что ровесники всегда найдут общий язык, все-таки гороскопически здесь не лучшая совместимость. Вам правда было бы неплохо с ним дружить. Я считаю, что вам самой был бы полезнее Андрей. Но он настолько заточен на женщину огненную, яркую, доминирующую, и настолько с первого взгляда делает свой вывод, я боюсь, что вы ему не очень приглянулись. Это не повод для обиды, это повод действительно сделать свои выводы о том, что происходило в программе. Поэтому выбирайте между Андреем и Сергеем, но учитывайте, что Андрей из тех, кто скорее любит с первого взгляда. Я бы рекомендовала его, но я боюсь, что он уже сделал свой вывод не в сторону Марии. Андрей, ну как тебе Маша-то? Понравилась? Да, хорошая, симпатичная, приятная девушка. Я тоже думаю, что она тебе подходит. А с ней будешь дальше общаться? Ну, там, как раз на площади, понимаешь? Если зайдет, я выйду вместе с ней. Маша. Андрей, вам всего 19 лет, вы еще все успеете, вы не ошибетесь, вы выслушали наши советы, а теперь прислушайтесь к своему сердцу и идите. Спасибо. Кому хотите, а мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Андрей, 29 лет, номер 2880. Певец и композитор. Играет в рок-группе, увлекается психологией и астрологией. Познакомится с невысокой, темноволосой и креглазой девушкой, увлекающейся искусством в любом его проявлении. Анна, 25 лет, номер 2881. По образованию юрист. Временно не работает. Изучает английский язык, ходит на фитнес, мечтает получить второе высшее образование. Рядом с собой видит целеустремленного спортсмена с пухлыми губами. Мы не знаем, выйдет Мария одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Здравствуй еще раз. Ты мне понравился, поэтому я бы хотела тебе предложить выйти со мной и продолжить наше общение. Да, я не против, серьезно. Спасибо. Мне тоже очень понравилось. У нас есть пара, Мария и Олег. Если вы хотите увидеть семьи, которые сложились благодаря нашей программе, смотрите нас на следующей неделе в юбилейном выпуске «Давай поженимся». Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с имени героя на номер 4151. Я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам «Давай поженимся». Удачи. Она все прекрасно знала. Она без проблем отпускала меня на стадион. Я вообще сама сделала ему предложение. Он был очень такой робкий. Он вышел покурить в первую брачную ночь и вернулся в 8 утра. Я искала его везде, по ночам ездила и всячески. И причем я не изменяла. Никогда, ни в коем случае нельзя врать. Вот для меня вранье... Да, конечно, вам нужно изменять и честно каяться. Надо было прийти и сказать... Так только я умею. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok